И мы говорили, что когда переносили ковчег, ковчег остался где? У Аветы дома. И он находился там три месяца. И мы видим в следующей 14 главе, что там несколько раз филистимляне предпринимали попытку снова напасть на Израиль. Но это заканчивалось поражением филистимлян. И в течение трех месяцев находился ковчег у Аветы дома, красного рабочего, красный богатырь, или Улан-Батор. И Бог его благословил. Мы дальше будем видеть, что Аветы дом вместе со всеми домашними, после этого переехал в Иерусалим и находился тоже дальше в служении ковчега. Видимо, в своем доме он нагородил место столбиками, где стоял ковчег, и за деньги показывал всем туристам, заезжим. Вот это мой личный музей, вот этот дом, где стоял ковчег. Знаете, там этот дом, где жил Ленин. С мемориальной табличкой. Но, по крайней мере, можно себе представить, он же еврей был, в конце концов, что он бесплатно должен был показывать это все. Вот медраж. Итак, дальше Давид сделал по-другому, да? Вот. Построил себе дома в городе Давидовом, приготовил место для ковчега Божьего и устроил для него скинье. Читаем 15 главу. Это у нас хроники. Паралипоминон. Первое. Паралипоминон. Собрал Давид всех израильтян в Иерусалим. И опять, там, скажем, перечисляется, сколько чего было. Иерусалим 12 сказал им, вы, начальники родов левицких, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо, как прежде вы этого не делали, то Господь Бог наш поразил вас за то, что мы не взыскали его как должное. Итак, видите, если первый раз, это что было только служение радости. Никто не вспоминал ни об освящении, да? Никто не вспоминал о страхе Господнем. Кто получил такой урок страха Господня, что уже Давид, я думаю, он тщательно изучил инструкцию по технике безопасности, да? Да. И всех своих тоже левитов и священников, которые этим занимались, тоже составил это дело. Итак, осветитесь, осветитесь. Потому что, так как вы этого раньше не делали, то Бог поразил. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. О каких уже колесницах ни о чем не шла речь. И понесли сыновья левита ковчег Божий, как заповедовал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах. Видите? На плечах. И приказал Давид, начальнику левитов, поставить братья своих, певцов с музыкальными орудиями опять, псалтырями, цитрами, кимвалами. Мы уже о них все говорили. Чтобы они как громко возвещали глаз радования, да? Радости. Громко. То есть, это как волна, вскипает как волна, да? И поставили левиты тех-то, 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 а также тех-то, тех-то, тех-то. Идет дальше перечисление. И Давид, и старейший из Израиля, и тысячи начальники пошли перенести ковчег Завета Господней из дома Авета Едомова. Видите? Здесь указано именно по-еврейски, Авета Едомова, с весельем. Это что такое Аветдар? Непонятно, да? Вот, Авет и Дом. Это тут оба слова по-еврейски понятны. Красный рабочий. Давид был одет в весонную, то есть льняную одежду. И все левиты, нефщики, ковчег, и певцы, и хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной ифот. Ну, то есть, нечто вроде безрукавки. В современном понимании, ифот, вы говорили, используется для двух вещей. Ифот, как броди-жилет, или ифот, тоже, как говорят, лифчик. Вы знаете, что десантники носят лифчик? Да, такой, в котором они подвешивают гранаты, подсумки всякие и так далее. Вот Стас подобными вещами занимается, вот такое шьет. И это в израильской армии называется ифот. Мы видим, что Давид вовсе не голый плясал перед Богом, да, он скакал. И не в том проблема, что он скакал, хотя я, когда буду вам говорить о ифиосском служении, можно подумать, как скакал и плясал Давид. Возможно, это действительно так, как это делали, допустим, сейчас вот здесь такие пляшущие дервиши. Слышали? Таких вот, есть у них даже специально в Крыму, своеобразные там медресе свое. И действительно, он скакал и плясал уже полностью в экстазе, до потери, как говорится, кульсы пока не валился в пыль. Вот за это его осудили, понимаете. Он там не голый плясал, не за то, что плясал. То есть он не отличался, видите, написано. Все левиты были одеты в льняную одежду, да, единственное, что у него жилетка была. Жилетка у него была, и тем он только отличался от всех левитов. Он даже не одет был, как священник или как царь. И весь Израиль носил ковчег Завета Господня с восклицаниями, да, при звуке рога, опять, это что значит, шафара, да, и труп, и кимвалы, и играя на плантырях, и цитрах. И когда ковчег Завета Господня входил в город Давидов, Михаль, здесь Милхола, Михаль ее настоящее имя, дочь Саула смотрела в окно, и увидел царя Давида скачущего, то есть плячущего и веселящего, уничижила его в сердце своем, видите. Она только в сердце своем уничижила, и сразу Господь, помните, что у нее отнял? Да, она отнял у нее способность рождать. Более того, те сыновья, которые родились у нее от другого брака, помните, что с ними случилось? Повесили их. Ничего хорошего она с этого не имела в результате. То есть это дело серьезное. Видите, как интересно. И если первое, так сказать, пробуждение это было, ни о какой святости не шла речь, ни о какой торе не шла речь, то здесь уже началось с чего? С торы, с освящения, да, с жертвоприношения за грех, потому что освящение всегда сопровождалось с жертвоприношениями. Это не просто они там сидели и пустились, да? Вы понимаете. Микву приняли, принесли жертву за себя, за Израиль. И только тогда они могли притронуться к ковчегу. Такие проблемы всегда возникают при пробуждениях. Вот, например, в Хасинском пробуждении есть такая притча, что вот если мы сильно радуемся, и эта радость, вот это движение духа, оно похоже на пламя. Но пламя, если оно не находится в сосуде, что делается с пламя? Да, если служка будет нести в пламя без сосуда и расплескивать горящее масло, хотя он будет в эксазе служить Господу, это в конце концов загорится свяда Бога. Правда? Вот, поэтому есть рассуждение между сосудом и его содержимым. То есть форма и содержание. И всегда форма и содержание должны быть гармоничны. Правда? Если форма, это литургия, можем сказать, да? Если, а, содержание, это то, что мы вводим. Помните еврейское понятие кавана, сосредоточение, да? То есть сосредоточение на Боге. И, а то еще говорят, молитвы и Духи Святом, это еврейский термин, синоним и июн. Это глубокое личное переживание, да? Эмоциональное переживание. То есть они обязательно должны присутствовать. Но должна быть и форма. Вот так же, как и я там, минуточку, мы можем молиться очень долго и хорошо молиться. Но нам не хватит времени на то, чтобы учиться. Правда? Бог, Он есть, Бог порядка. Если Духи пророчествуют, пророчествуют. Хорошо. Значит, для молитвы выделите еще дополнительное время. Когда было хасидское пробуждение в городе Коцке, вот у него нравится название, да, Коцке, приехал один равен, посмотрел, что там никто ничего не делает, никто ничего не работает, а только сидят и песни поют, как хасиды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да еще припясывают, да еще и водку пьют при этом. Знаете, что хасиды пели водку? Ну, нечетки. Да. Короче, посмотрел он на это и сказал, что я вам запрещаю молиться больше восьми часов в сутки. Вот если бы тут к вам пришел пастор Режавин и сказал, я вам запрещаю молиться больше восьми часов в сутки, а мы кричим, мы хотим молиться десять часов в сутки. Да. Ну, вот можно себе представить. Да, я еще раз говорю, что это не как критика, но во всем должен быть порядок. Когда говорят, что должно быть чинным, во вслужение, это не значит, что все сидеть должны вот так на жерточках, понимаете. Да. Чинным это что значит? По порядку. По чину, то есть по определенному порядку, по определенной литургии. А литургия, глуха, кто устанавливает? Община. Община. Так, теперь, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. Кабана – это молитвенное сосредоточение или духовное сосредоточение? Это сосредоточение нашего духа на Боге. Да, в молитве, в процессе молитвы. Когда наш дух сосредоточен. То слово кабана – это сосредоточение. Помните, мы говорим, каб – это направление. Какое направление? Хорошо. А я что-то прослушала. Играя на все стиле. Ну, мы же уже говорили об этих инструментах. Прослушали, откройте конспект. Я буду повторять вам. Не буду. Я подробно говорил об этом. Да? Хорошо. Итак, мы видим, интересно. И Давид устроил все сожжение, все, что нужно для освящения. Назначил определенные лица. И что вы смотрите, интересно, что Давид первый, первый псалом, который он написал. Смотрите. Седьмой стих, шестнадцатой главы. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Славьте Господа, прозглашайте имя его. Знаете, что не все псалмы Давида включены в то, что мы говорим, псалмы, да? Вот. Ну, посчитайте, некоторые принадлежат Асафу, некоторые принадлежат другим. Некоторые Давиду, есть Моисея, да? Есть псалмы, которые принадлежат Соломону. Но есть псалмы и песни, которые непосредственно идут в самом тексте Танаха. В самом тексте Танаха. Хорошо. И это была первая такая прославляющая песнь. Да веселится небеса, и торжествует земля, и да скажет народа Господь царствует. Да плещет море, что наполняет его, и да радуется поле все, что в нем. Да ликуют вместе все дерева, то есть танцуют все дерева добравные перед лицом Господа, ибо он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость его. И вот эти мотивы очень часто повторяются в других псалмах. Дальше очень интересное место идет в 23 главе. В 23 главе Давид снова производит реорганизацию служения в Схинии. Давид, состарившись, видите, это уже позже, прошло где-то лет 30, да, с этого момента. Давид, состарившись и насычившись жизнью, удивительно, что он умер в 70 лет, и я считаю, что это вроде бы недостаточный возраст, да. Но у него было столько событий в жизни, что мы, наверное, столько не переживали. И слава Богу. И снова он всех собирает и разделяет их на череды, и также собрал сколько, смотрите, значит, 38 тысяч человек в третьей стихе написано. Потом еще, значит, из них назначены для дела Господи Господня 24 тысячи. Песцов, судей, еще 6 тысяч, кроме этих 24 тысяч, да. И 4 тысячи привратников, и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. То есть Давид даже совершенствовал музыкальные инструменты, да. Он не сам лично гонял 4 тысячи инструментов, естественно, это была целая музыкальная фабрика имени Схинии Давида, да. Вот представьте себе, как это было в реальности, да. То есть была целая школа создана, музыкальный университет имени Давида и так далее. Это все создавалось не за один день. Нам это все кажется быстро. Иногда события Библии, которые происходят в течение десятилетий, укладываются только в несколько строчек. Правда? Но здесь мы уже увидим зрелого Давида. И зрелый подход. Кстати, Авед и Дом, я тут пропустил, он был потом привратником, да, привратником. Он не мог служить непосредственно в самой Схинии, потому что он не был левитом. Но он кем был? Привратником. Его сыновья были привратником. Дальше говорится. Исчисленные левиты от 20 лет и выше. То есть с 20-ти летнего возраста шло обучение левитов. Продолжалось где-то около 5 лет. И примерно 5 лет продолжалась стажировка. То есть молодые левиты, например, выносили залу с жертвенника. И это считалось очень почетной обязанностью. И когда трубил шафар священник, они бросались все, кто первый побежит. Но после того, так как пандус был высотой около 2 метров, как один человек упал и сломал себе руку, а после перерывал руки, что же, не мог с кривой рукой быть левитом. То есть это была очень серьезная вещь. И тогда уже установили определенные очередности, чтобы никому не было обидно. То есть вот эти 5 лет у них еще была стажировка. И уже с 30 лет начиналось полноценное служение. Давид сказал, Господь Бог Израиле дал покой народу Твоему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скини и всякие вещи ее для служения в ней. А почему там пророк Исаия говорит, что носит на рамяных своих ковчег? Ну, а уже храм стоял. Уже храм стоял. А вы знаете, что после того, как Менеша внес идолов в храм, левиты и священники вынесли. Вынесли ковчег. И когда напали вавилоняне, вы помните, было захвачено утварь, был захвачен храм, но нигде не напоминается, что захвачен был ковчег. Неизвестно, да, было, извиняюсь, не Исаия, извиняюсь, у Иеремии, да, Иеремия. Неизвестно было, что было с ковчегом. Одним данным Иеремия где-то спрятал ковчег. Но есть еще такая версия, что ковчег перенесли в Египет. Потому что Иеремия, и помните, люди, которые были с Иеремией, они вопрошали, куда, бежать нам или не бежать? Иеремия говорит им, не бегите, да? А они все равно взяли и побежали в Египет. И Иеремию с собой захватили, хотя он кричал, нет, не надо. Схватили его, повязали, руки в ноги на тележку кинули и повезли. Можете себе представить картина, да? И там, в Египте, на острове Элефантина, да, был сооружен, ну, как бы сказать, храм всех богов. Там стояли храмы всех богов Египта, окрестных народов, ферестивских народов, и заодно был храм в Евреево. И этот храм просуществовал где-то более 300 лет. То есть уже построили второй храм в Иерусалиме, а первый храм продолжал, а этот альтернативный храм продолжал функционировать. Одни говорят, что там была модель камчага, в этом храме, другие говорят, что подлинный камчаг был, в храме, который находился в Египте. И предполагают, что случилось такое, во время празднования Пасхи, евреи закалывали барашков, а египтяне поглонялись, вы помните, этим животным. И начался сильный погром, и они пошли по Нилу вверх. А белый Нил, там голубой Нил, они берут сначала в горах, которые находятся в Эфиопии. И вот там одно из стоков Нила, на озере Тан, в Эфиопии уже был построен тот же храм, где находился этот ковчег. Мы когда с вами будем читать о Эфиопии, потому что там сохранилось, удивительно, хотя и христиане, но поклонение очень такое похоже на еврейское поклонение. Там до сих пор выносят табот. Ну, табот, это как бы две таких деревянных таблички, имитирующие скрижали завета. Их носят завернутыми в определенную ткань. И вот этот человек, который в 90-е годы 20-го века искал ковчег, предполагал, что ковчег этот находится в Эфиопии. У крестоносцев-тамблиеров есть тоже изображение крестоносцев-тамблиеров, носящих ковчег. И одна из базов крестоносцев-тамблиеров находилась именно в Эфиопии. Они даже были в Эфиопии в этом храме. Это удивительно. Может быть, и сейчас там ковчег был. Он попытался туда засунуться, но ему дали хорошо по макушке. И он так и не увидел, что там находится. После этого ему, конечно, запретили свои исследования, и он вынужден был уехать. Говорят, что в уже 30-х годах 20-го века, помните, Италия воевала с Абиссинией или с Эфиопией. И был итальянский корпус высажен где-то в 20 тысяч человек. Вот такие части, так сказать, быстрого реагирования. И Эфиопии вынесли на поле боя этот ковчег и одержали победы обыкновенные, так сказать, чуть ли не кребневыми ружьями против современных пулеметов, броневиков и так далее. То есть, такие интересные вещи. Но это не абсолютные свидетельства. Это, по крайней мере, интересно. И вот этот ковчег, мы видим, находился в скине Давида в те времена. И уже говорил Давид, что не надо носить ковчег. И по последним повелениям Давида исчислены были левиты от 20 лет и выше. Чтобы они были при сынах Ааронах, для служения Дома Господням, во дворе и при стройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божьем. То есть, кому-то из левитов нужно было и туалеты чистить. Там были тысячи людей. Это тоже была работа, вы понимаете. И это каждый человек считал почетным, долгом для себя. Независимо от того, пел ли он, если он обладал большими способностями, либо он занимался тем, что выносил мусор, все равно они там были. Были специальные там муковольные, пекарни для наблюдения за хлебами и предложения, пшеничной мухой для хлебного приношения, пресными лепешками, запеченным, жареным и всякой мерой и весом, чтобы становилось каждое утро благодарить и слависловить Господа так же и вечером. Помните, я вам рассказывал, что один из способов приготовления хлебного приношения, это то, как делают бублики или бэглс. То есть, там была левитская бублика, одесские баранки. Недаром одесситы так любят бублики, правда? И при всех всесожжениях, не знаю, надо подумать, наверное, насчет барана какая-то свеча, да? И всесожжения, и субботы, и новомесячи, и так далее. И чтобы охранялись киньи. То есть, часть левитов были как охранники. Дальше идет подробное описание всех левитов. Ну, вот что интересно. Мы обычно считаем традиционно, что не служили женщины в храме. Но я вам говорю, это мнение, опять-таки, фарисейских мудрецов, я не знаю. Есть интересное место, которое, мне кажется, странным и нуждается в определенных комментариях. Смотрите, глава 25. Да. Мы еще разбираем первую паралипоминон. Первую паралипоминон. И смотрите, и шестой, и пятый стих. Все эти сыновья Ямана, это прозорливца царского, то есть, у него был титул, прозорливца царского, личный царский пророк Яман. По словам Божьим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Яману четырнадцать сыновей и трех дочерей. Обычно всегда дочери не упоминаются, либо упоминаются там в одном месте, что были у того, это левита, дочери, и они вышли замуж. Здесь почему-то упоминается четырнадцать сыновей и трех дочерей. Дальше нету в Торе ни разрыва стиха. Вы знаете, что в Танахе в оригинальном тексте не было никаких точек, не было запятых и так далее. Поэтому можем читать дальше. Здесь говорится, что было четырнадцать сыновей и трех дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтырями, цитрами, служением в доме Божьем по указанию царя или Асафа и Димуна и Ивана. Очень интересно. И было число их братьями обучено им петь перед Господом всех знающих это дело двести восемьдесят восемь. И они бросали жебель в очереди служения наравне с большим и учителя наравне с учениками. Видите, четырнадцать сыновей и три дочери. И все они были в служении. Как вы думаете? Может это свидетельствовать о том, что женщины тоже участвовали в служении в храме? Может. Я думаю, что может. видимо, это были особо талантливые одаренные женщины, обладающие даром пророчества, хорошо игравшие на музыкальных инструментах и так далее. То есть скиния Давида, удивительнейшая скиния, да? 38 тысяч левитов, 2888 солистов. Представляете? Главный был Асаф. Поклонение с участием хора перед Ковчегом Завета скиния не прекращалось круглые сутки. И так продолжалось 30 лет. Да? 30 лет мы говорили. 40 лет Давид взял Иерусалим, да? И стал уже царем над всем Израилем и Иудеем. И до смерти царя Давида было 30 лет. Так продолжалось 30 лет. Круглые сутки. И Давид сам сочинял солмы, передавал песни певцам и музыкантов они использовали их для прославления. И опять-таки упоминается Мецельтаин тарелки, да? Также Невалим арфы и других и народ восьмиструнные десятиструнные и так далее. Итак требования певцы должны были подтверждить что они являются потомкой Левия. Им должно было быть не менее 30 лет. Начинали обучаться с возраста 20 лет. В течение 5 лет шло обучение как я говорил и 5 лет шла стажировка. И они были отделены от всякой посторонней работы, получались жалования непосредственно из храма и жили недалеко от храма. Их служение очень было важным и требования к ним были расписаны. Если они не соответствовали этим требованиям их строго наказывали. Перед тем как приступить к служению они должны были осветиться. И еще они должны были иметь кроме музыкального дара пророческий дар. То есть это было еще одновременно и школа пророка. Если вы думаете что пророчеству не надо учиться то вы ошибаетесь. Пророчеству надо учиться. Но так же как и музыка. Если человек не имеет дара музыкального он может как-то играть но он не будет хорошим музыкантом. Если человека нет пророческого дара он может пророчествовать. Все мы можем пророчествовать. Правда? Но служение пророка это более нечто большее. Итак смотрите 1 параллель 25.1 Отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа Эмана и Дифуна чтобы они провещевали то есть пророчествовали на цитрах в салтырях и кимбалах и были отчислены на дело служения своего. Это были профессионалы Они должны были играть профессионально и слышать голос Божий и пророчествовать во время игры и пения Соломон продолжил традицию Давида Причем скинии Соломона теперь мы записываем заголовок скинии Соломона были как жертвоприношения так и прославления В 3 царств 4 дробь 32 сказано что Соломон написал тысяча пять песен даже больше чем Давид но не все песни Соломона сохранились правда во 2 параллель поминон 5 дробь 13 14 рассказывается о том что когда музыканты были как один вознося хвалу Господу слава Господне наполнила храм так сильно что священники не могли стоять на служении вы знаете когда присутствие Духа Святого да некоторые думают что это только для пятидесятников характерно они ошибаются одни из свидетелей во времена пробуждения Баал Шемтова рассказывает что когда хасиды собирались все вместе да плясали и им не хватило вина и хозяин рыбы попросил свою жену привезти вина из подвала женщины тогда сидели отдельно мужчины сидели отдельно в отдельной комнате она начала артачиться говорит они и так уже назизюкались а он говорит пойди посмотри она посмотрела они пляшут и над их головами языки пламени то есть это очень похоже на то что было в Деяниях апостола тогда она очень радостная взяла и еще принесла а смотрите интересно Ишуа когда были на свадьбе представляете там немало было запустено вина и все вылокали он же не сказал своей маме ты че они в стельку пьяные я сейчас им так сделаю что им все вино в желудках и превратится в воду сразу все протрезвеет а что он сделал пошел лейте воду еще добавили и вина оказалась еще лучше и они еще тоже где-то по полтонны примерно вина выпили да там вот такие большие по 100 по 100 килограмм то есть ну вот я вам объясняю я не к тому чтобы пьянствовать я к тому чтобы вы не имели узкого мнения и не считали аграду за заповедь заповедь не упивайтесь правда не упивайтесь ну напорим это другое дело я вам говорю если не принято по галахе ваше вот в которой установлены ваши общины то не надо пить но это библейского принципа чтобы не пить нету я просто рассказываю о пробуждении вот представьте себе тут главное не в том что они были пьяные а в том что у них что было языки пламени да то есть дух святой реально в видимом образе да в видимом образе я думаю что это было конкретно тоже связано с пробуждением и так Соломон написал тысяча пять песен и во второй паралипоменон пять дробь тринадцать четырнадцать рассказывается что все музыканты были как один и дух святой сошел и что и они все попадали да потому что они не могли стоять каждый день недели исполнялись свои песни вы знаете что есть псалом на каждый день недели на понедельник на вторник в субботние если вы возьмете сидур откройте вы это увидите я не буду сейчас подробно об этом говорить в первом храме ансамбль левитов музыкантов и хор левитов певцов состоял как минимум из двенадцати взрослых мужчин а в обстоятельствах разрастался до несчетного количества участников во время второго храма число музыкантов было значительно меньше чем число певцов и среди первых то есть среди музыкантов могли быть и нелевиты то есть требования несколько уменьшились некоторые духовые инструменты в оркестре не участвовали а звучали лишь в паузах как всегда к очередному этапу храмового служения барабаны и бубны уже во время второго храма и отвергли от литургии потому что на них играли в основном женщины бубен на июлите сейчас называется тоф мирям то есть бубен мирям сестры моисея и уже если мы видим что первого храма может быть еще женщины участвовали то во втором храме уже женщины не участвовали храмового служения но выступали в представлениях светского характера или во время праздников потому что среди евреев возвратившиеся из войлонского пленения иудеи вместе с эзры упомянуты певцы и певицы числом 200 то есть были не только певцы но и певицы но уже во втором храме уже не было такого радостного поклонения во втором храме не было ковчега второй храм был меньше то что построил Ирод это он уже построил с таким чтобы создать помпу такую большую но в действительности многого во втором храме не хватало того что было в храме в скине Давида и в храме Соломона талмудический календарь к некоторым библейским фрагментам и музыкальной традиции ближно-восточных народов древности убежает что в эпоху второго храма хор левитов состоял по меньшей мере из двух перекликавшихся капелл отвечающих друг на друга друг друга согласным амен или аллилуйя то есть две капеллы одни говорят славьте Господа ибо он благ а вторые ибо вовек милость его славьте Бога богов ибо вовек милость его вот таким образом шло прославление да в сгине Соломона был до до Менаши после Менаши уже нет свидетельств царь Менаши помните был предпоследним царем да последующий Садакия был уже при котором было разрушено уже Иерусалим так хорошо итак предполагаю что мелодия слагалась из сочетания пяти звуков а не семи как сейчас ритм был свободным мелодикламационным следовавший за ритмикой текста вы знаете что рифмы в салонах не было да рифмы появились уже где-то в средние века и отличалось от нынешнего контрального пения потому что здесь у меня так написано пение храмовых пиццов не было орнаментировано трелями что это такое я не знаю спросите у музыканта не было орнаментировано трелями мне сейчас не хватает жены которая могла бы вам объяснить так называемые мелизмы или музыкальные украшения появились значительно позже потому что это уже делалось как бы в центре ставился певец который ожидалось должен был удивить своей неповторимой манерой исполнения то есть такого не было некоторые значки иврити закрепившиеся за библейским текстом имеют мелодическую артикуляцию так точка под буквой и на низкий звук а точка над буквой к на высокий звук то есть уже в те времена было нечто похожее на то что появилось в средние века которое превратилось в знаки канделяции и значит были определенные как я уже руководители хора например на мелодию голубица на мелодию шашан и так далее и были уже указания на мелодию на негенот на негенот например псалмы 4 53 54 60 66 и 75 вот то есть на мелодию негенот это обращенная богу мольба о вызволении из беды мелизм я еще раз говорю я чего не знаю я записал вам передал да вот прокомментировать я не могу моя жена могла бы вам подробнее об этом сказать ну хорошо ладно пробуждение возвращение из вавилонского плена да вы помните что в вавилоне произошла значительная такая революция место храма заняла синагога да место храмовых служителей кто занял равен учителя место молитвы место жертвоприношения да заняла молитва да центром в синагоге стало изучение торы то есть синагога это своего рода обширная семья в состав которой ходило как минимум 10 взрослых мужчин да в синагоге не нужен был священник вы знаете что равен он не является священником если вам тот скажет что равен это еврейский священник это совершенно неправильно равен это учитель да а функции в синагоге могут выполнять любые люди если они достаточно для того хорошо подготовлены поэтому обычные люди могли читать писание и изучать его и синагога не является таким святым местом как храм в синагогу может зайти и язычник если он будет себя хорошо и прилично вести да вот и женщина хотя женщина находится в определенном месте но это связано с тем что вдруг женщина находится в состоянии менструации мы не знаем да некоторые уже настолько говорят что христиане вот если женщина менструация она не должна посещать церковь это не так ну если у нее конечно сильный запах или истечение то она должна принимать определенные меры да ну она вполне может быть потому что ни синагога ни церковь они не являются таким святым местом каким являлся что храм да вы сами понимаете да вот поэтому интересно что народ больше не ходил поклоняться на горы но народ был послан в мир и хотя евреи воспринимали Вавилон как духовную пустыню в действительности он стал для них местом чего-то нового именно во время вавилонского пленения были развиты и приняты народом идеи которые подняты были пророками Шаягу Ермиягу Ехескелем о царстве Мессии божественного помазанника царя Израиля и что еще здесь что уже для толкователей Ветхого Завета музыкальные выражения надписей над псалмами уже были непонятны вот и как и у других древних народов искусство еврея было синкретическим то есть это мы сейчас отделяем отдельно музыка отдельно отделяем танец отдельно отделяем декламацию вы видите что когда мы изучали еврейские термины это одновременно и игра на инструментах и декламация и танец и так далее то есть такого отделения нет это и синкретические синкретические какие были жанры музыки жанры музыки Наиболее распространенным жанром ритуальной музыки является псалом. Псалом, как будет? Тегила, множественное что? Тегилим, да? Псалом это песня хвалы. И мы иногда смотрим, написано, например, Мизмор Ледовид, да? Мизмор. И еврейское название Мизмор обозначает пение с музыкой на определенный мотив. Помните, мы говорили, мотив? Мизмор. Словом Мизмор озаглавлены 57 из известных нам 150 псалмов. Опять-таки, если мы сейчас посмотрим, мы даже видим, что в еврейской и английской Библии одна нумерация псалмов, в русской Библии другая нумерация псалмов, да? Вы понимаете, их не было так вот, 150 псалмов. Это было пять частей. Да. Одна, нет, одна книга псалмов как бы состояла из пяти частей. То есть, каждый из них, вы замечаете, оно заканчивается песней хвалы. То есть, каждая эта часть, это была готовая литургия. Каждая часть, это была готовая литургия. И это был сборник своего рода. То, что как сейчас Сидур, сборник литургии, да? Так и Тегилим был сборником литургии. Называется Тегилим, да? Другое еврейское название находится в псалме 71-20. Тефилот. Тфила – одна молитва. Тефилот – это что? Множество. Молитвы. Это наименование определяет внутреннее сооружение этих песнопений – хвалы и молитвы. Из 150 псалмов только один, 144-й, озаглавленный словом «техил», то есть «хвала». 57-й, озаглавленный словом «мизмор», мы уже говорили, 5-й имеет «тфилла», то есть молитва. 16-й, 85-й, 89-й, 101-й и 14-й. 6 из псалмов названы «михтам». «Михтам» похоже на слово что? Писание. То есть, это песни на тему Писания. Это 15-й псалмом, а также 55-го по 59-й. 13 псалмов названы «маскиль». Что такое «маскиль»? «Маскиль» им назвала? Образование, да, образование. «Маскиль» – учение. Значит, псалмы 31-й, 44-й, 87-й – это псалмы, которые обозначены словом «маскиль». Учение. Учение, там, Масафа, учение такого-то, сына такого-то, да? Помните? Да. Это учение. Это, опять-таки, песня. Но вы знаете, что в свое время даже многие философские трактаты делались стихотворной формой, да? Некоторые псалмы называются «шир». Это термин, употребляемый вместо слова «мизмор», либо вместе с ним. 15 псалмов. Они имеют особую. 15 псалмов. Почему их 15? Потому что были 15 ступеней в храме. И они называются «Песни восхождения». Когда поднимались на 15 ступеней, поднимаясь на каждую ступень, что? Пели соответствующий псалом. Вот. Это с 119 по 133. Псалом 7-й назван «Шигайон». Да, и весь сборник, значит, вы говорите, «Тегелим» или греческая псалтырь от греческого «Псалло». То есть пение, сопровождающее игрой на инструменте псалтыри, да? Значит, 70... «Шигайон» и у меня здесь нету перевода точно термин. Если я вам раньше не давал, просто запишите, что «Шигайон». Так, хорошо. 74 псалма, но 73 псалма принадлежат Давиду. Один принадлежит Моисею, это 89-й псалмон. Два Соломона, 71-й и 126-й. 12 Асафу. Помните, Асаф был лидером прославления, да? Да. 12 Асафу, это 49-й. И 72-й по 82-й. Вот, один Еману, 87-й, и один Емафу. Кроме того, 12 псалмов принадлежат сынам Кореевых. Бнай Корах. Что означает «потомки Кораха». Вы помните, не все родственники Кореи поддержали его восстание, и не все погибли, да? Были его еще сыновья, которые остались верными Богу. И они тоже внесли свою определенную даму. Значит, 12 псалмов. 12 псалмов. Это Бнай Корах, сыновья Корея. Итак, было 5 книг. Первая книга, это с 1 по 40-й. Вторая, с 41 по 71-й. Третья, с 72 по 88-й. Четвертая, с 89 по 105-й. И пятая, со 106 по 150-й. То есть, каждая из этих частей, она является самостоятельным, да? Самостоятельным литургическим сборником. И это деление существовало до септуагинты, до перевода 70 толковников. А 70 толковников уже сделали этот сборник единым. И получило название «Псалтырь». Псалтырь. До начала новой эры сложилось три способа исполнения псалмов. Первое, сольное пение. Ну, соло, понятно, когда поет один человек, да? Второе, респонсорное пение. Это соло, сопровождающееся хоровыми репликами, ответами. Вот интересно, что в песне песен. Мы можем заметить, что там есть, поет жених, поет невеста, да? И еще поет невеста, и ей там отвечает хор, да? Вот. Там тоже можно определить такое разделение. Так, респонсорное пение. Соло, сопровождающееся хоровыми репликами, ответами. И третье, это просто хоровое исполнение без солиста. Иногда они делились на два. Антифон. То есть, одна группа, и вторая. Фон, то есть, и антифон, да? В современных еврейских общинах часто поет солист или кантор, и он поет часть литургического текста, а ему вторит хор, собравшийся. В средние века в синагогальную службу вошли песнопения с рефреном. То есть, повторением. И рефрен исполнялся в самом начале пиута, чтобы публика усвоила его заранее. Как у нас говорят, куплет, да? И припев. Куплеты бывают разные, а припевы, как чаще всего, один. И заранее сообщался этот припев, чтобы все знали, что нужно петь. Да. Нередко его исполняли на все известный мотив, и публика могла дружно вступить в окончание очередной страфы. Древнеюгейская музыка была в основном одноголосна. Вот христианские пения, вы знаете, на два голоса, да? На три голоса это уже появилось в средние века. Во времена Скини, во времена храма, было одноголосное пение. Каждый день недели исполнялись определенные псалмы, и в храме играли на музыкальных инструментах даже в субботу. То, что перестали играть на музыкальных инструментах в субботу, и вообще перестали играть на музыкальных инструментах после разрушения храма, это не обосновано на Писании, просто ввели как временную меру, помните, как вы говорили, да? И оно так и осталось. Потому что после разрушения храма некоторые даже рьяные люди предлагали вообще даже не есть мясо, пока храм не будет восстановлен. Вот. Но другие умные люди сказали, что вообще это делать не надо, ребята, а то никакая плоть этого не выдержит, правда? Вот, поститься там по несколько кусот лет. Как оказалось, они были правы. Но другие убрали вообще радость, да? Убрали веселье, убрали музыку, осталось самое там минимальное шафар только звучание, убрали ударные инструменты, убрали все, что связано с радостью, и вот такая получилась довольно грустная литургия. Ну, я считаю, что это не имеет библейского состояния, потому что я вот тоже не знаю, как мы должны относиться к третьему храму. Все евреи даже ждут, да, этого храма, но я знаю, что третий храм – это мы. Правда? И я не знаю, какой храм будет восстановлен в Иерусалиме, хотя уже сейчас там почти все готово, ну, просто Бог не пускает на храмовую гору. Как дальше произойдет, поживем, увидим. В время второго храма у евреев оформились три типа музыки – храмовая, дворцовая и народная. Храмовая исполнялась в храме, естественно, дворцовая среди знатных, да, и народная – это простые песни. Это простые песни. В экклезиасты, размещая о бренности земной жизни, рассказник порицает излищество. Завел у себя певцов и певиц в сладу сынов человеческих разные музыкальные инструменты. Как вы думаете, это означает, что не надо играть на музыкальных инструментах? А вот некоторые раввины, в частности в кодексе Шулхана Рух, это является обоснованием для запрещения играть в синагоги по субботам на музыкальных инструментах. Почему-то играть на музыкальных инструментах – это работа. А петь – это не работа. Ну, вы знаете, в евреи всегда шли споры насчет того, что можно делать в субботу, и в конце концов то, что нельзя, они ее все равно делали, только с определенными всякими хитростями. По крайней мере, у простых людей продолжали песни звучать на свадьбах, существовали профессиональные плакальщицы и так далее. Еврейские книги рассказывают, что веселые пляски зачастую не могли удержаться, даже убеленные сединами старцы. Когда мы будем, отдельно у нас будет сказано, тема будет в истории пробуждения, мы будем говорить о маранах. Вы знаете, мараны, помните, мы говорили, да? Это евреи, принявшие христианство. Но не все они приняли христианство, по мотивам, так сказать, из-за страха, из-за личной безопасности, хотя никакой личной безопасности это им не дало. Но где-то примерно в последние 80 лет перед изгнанием евреев было сильное пробуждение. Было сильное пробуждение, очень интересное пробуждение. Христиане ходили в синагоги и даже были посаженными отцами при обрезании евреев. В то же время ничто не мешало еврею становиться крестным отцом для какого-нибудь христианина. Если приезжал проповедник к христианске, все евреи шли послушать христианского храма проповедь. А в субботу многие христиане приходили послушать какое-нибудь известное еврейского мудреца или ученого. В Средние века родился такой жанр, как пьюты. Из чего он родился? Вы помните, что в Испании в Средние века очень процветала поэзия. И в каждой недельной главе или на материал предстоящей проповеди поэт сочинял особую поэму. Пьют. И это исполнялось часто под музыку и пение каждую субботу новое. Видите, как Бог хочет, чтобы петь старые песни. Вот. Некоторые пьюты вошли в Сидуры, а некоторые пьюты, естественно, большинство не вошло в Сидуры. И я удивительно нашел вещь. Там, правда, относится это к антисемитизму. Интересно, чего туда еврей полез. Что однажды во время ночного бдения в католической церкви там написано, где христиане и христианки пели и плясали во время ночного бдения, один еврей так расплясался, что двинул ногой по иконостасу и все иконы оттуда попадали. За что его, собственно, и судили. Ну, то есть, он слишком уже харизматически это проводил. Но никто не осуждал этих христиан и христианок, которые пели и плясали в Испании. Я очень хочу вам показать, как они там пели и плясали в Испании. И как они музыкой лечили одного этого ассасина, такого, зашоренного, мусульманского. Хороший. Фильм все-таки я вам как-нибудь покажу. вылечил. Ее посудили, привязали к стульчику и плясали вокруг него. А тот был зазомбированный, зазомбированный. Такой. Да, очень интересно было. Так что, видите, оказывается, христиане и христианки в это время пели и плясали вместе с евреями. Можете себе представить, это было пробуждение, если это не пробуждение было, то что это было такое, правда? А потом нагрянула инквизиция. Да, помните, Тарквемада объявил потом, сначала первым был Доминик Гусман. Да, Доминик Гусман был испанский, испанский монах с очень еврейской фамилией. Да? И был учрежден орден доминиканцев. Это считается началом инквизиции. Потому что само понятие инквизиции существовало и раньше. Но такое, как официальная инквизиция, направленная против евреев, уже развилась в Испании, конечно. Да, и мы уже потом видели плоды этого. Устройство часто поручало специальному лицу, обыкновенно другу семейства, который заботился о доставке пищи, напитков и наблюдал за прислуживающими рабами. В браке в Кане Галилейской пишеством заведовал такой распорядитель. Это Иоанна 2,8. Греческое слово в этом месте написано архитриклинос. Дословно переводится распорядитель трехместных скамей. Архитриклинос. Помните? Тот, обратился к матери Ишо, почему-то обратился к ней, что нету у них вина. Она говорит, давай, сделай это дело. Видимо, да, видимо, мать Ишо тоже имела какое-то отношение к этим всем. Во времена Амоса начал распространяться среди изнеженных дворян и высшего света до ложа. То есть есть как лежа, да? Есть лежа. Надо есть к какому боку? На левом боку. На левый бок тогда выпрямляется желудок, а правый бок наоборот печень зажимает в желудок. Поэтому лежа на левом боку можешь вместить себе значительно больше пищи, чем сидя. Само слово симпозиум, знаете, что такое слово симпозиум? Это означает совместное жвачки. Совместное поедание пищи, да? Симпозиум. Вот. Да, и были специальные ложа, да, как бы, три ложа, они составлялись в одно целое, возле одного стола, как треугольник. Поэтому назвали триклинии или трехместные скамьи. Иногда они составлялись вместе, так как получалось сплошное ложе вокруг стола. и это тоже называлось триклинием. Вот такое образство комнаты для пира было у Марка 14 дробь 15 словами горница устланная. Вы понимаете, что они там не лежали в повалку, да, и не сидели за столах, как находятся. Они определенно повозили, левой рукой опираясь на подушку, ноги были вытянуты. Тому, чье место было с правой стороны, приходилось следовательно возлежать у груди своего левого соседа. И почетным местом на таком триклинии считалось нечто среднее, потому что последнего приходилось возлежать не у груди, а здесь у него. Там, хотя они могли и омывали, но все-таки менее было почетно. То есть наиболее почетное место как раз досталось и кому? И Анну, да, помните, который возлежал, любимый ученик, возлежал у груди Иешуа, да. Дальше из рассказа о женщине, которая помазала ноги Иешуа в доме Симона, видно, что Господь не сидел за столом, а возлежал, иначе она не могла бы стоять позади ног его и обливать их слезами и мазать миром. Вот. В Библии танцы, теперь танцы мы можем видеть много, о танцах, да? Танцы и сеются с танцами, исход 32-6, 1-е царство 18-7, Иемия 30-19, 31-4. Какие танцы упоминаются в Танахе? Мы, видите, в современном переводе, в несовременном каноническом переводе, слова танцы не найдем, да? разве что Давид там прыгал возле ковчега и все. Но в действительности танцы, значит, процессия танцующая в Солом 42-4. К жертвеннику вокруг него сопровождение струнных инструментов. В процессе восхождения 1-я параллельпоменон 15-29. Свадебные процессии песен песен естественно 3-11 Исайя 61-10. Люди в те времена шествовали в танцы к дому жениха и вокруг жениха и невесты. Праздничный танец Псалом 117-27. Танец посвящения или хоровод обновления посвящения Богу. Иемия 31-4. запятая 13. Это видите все где говорится о танцах. Хотя мы некоторые говорят что в Библии никогда не танцевали. Это потому что так переводили. Танец приветствия судей 11-34 это дочь помните Итро вышла Ифая этого как его да вышла дочь Ифая встречала отца танцы когда он возвращался с поля битвы. Танец Победы Исход 15-2 его танцевала Мирьям которая была в то время уже за 80 лет старушке где-то лет 86 было да нет 90 90 лет было 80 лет было 80 лет было Моисея так 83 было Аарону а когда Моисея родился и уже лет 8 было где-то около 90 лет и было да значит хвала и поклонение Псалом 149 дробь 3 150 дробь 4 29 дробь 12 Танцы мужчин происходили во время жанвы великих воинских побед и в праздничные дни Израильтяне танцевали после великих побед в битвах например 1 царство 18 дробь 6-7 описано что после того как Давид поразил Галиата группа танцующих встретила его празднуя победу Победа праздновалась радостными кликами криками хвалебными песнями и возвращавшихся воинов встречались с пением музыкой и танцем мы можем видеть 2 паралипоменон 20 дробь 26 1 царство 18 дробь 6 и далее в память победы вешали в святейще оружие отнятое у врагов 1 царство 21 дробь 9 31 дробь 10 1 паралипоменон 10 10 4 царство 11 10 помните еще щиты делал в храме да вешал соломон и давид а они где щиты вешали в святых нет ухода в храм было специально место было специально место как проходила свадьба в библейские времена родителям принадлежало право выбора невест своим сыновьям мы помните видим что удачно хороший брак это брак это по расчету да брак по расчету очень хорошая вещь если расчет правильный этим занимался и Авраам да вот этим занимался значит Авраам для своего сына и Якова у него было по первой любви но ему подсунули да к сожалению да были у него эти проблемы да если согласие устанавливалось то да мнение родителей и братьев было решающе Бытие 24 51 34 11 помните когда Алаван приходил свататься то что еще и мнение братьев тоже учитывалось да и невесты иногда спрашивали и девицу вот Ривку например 24 дробь 58 и так значит как говорится родители согласны жених тоже не возражает да вот вопрос за невестой если невеста не возражает что дальше 20 баранов холодильник и безладная путевка Сибирь да если Саласи устанавливалось следовало подарки значит подарки жениха невесте и родителям играли значительную роль как назывался Колым да в наше время то есть иногда мог оказаться что дело заключалось в покупке невесте вот но это не совсем правильно вот изредка девицам давалось предание преданное Иисус Навин 15 дров 8 3 царств 9 16 подтверждалось ли обручение кольцом неизвестно по крайней мере уже в Юрии в эпоху изгнания дарилось кольцо вы знаете но первоначально достаточно было любого ценного подарка только должно было свидетельство от двух не менее свидетелей да вот если сначала шло значит обручение потом освящение да значит между этим иногда переходил период целый год если невесте находился какой-либо порог да шених мог отказаться от такого обручения если во времена обручения неверность заканчивалась смертью так же как и неверность супругу это второе законе 22 23 а муж имел более легкий расход он мог дать развод если обрученная девица была насильно обесчищена она была свободна от ответственности а насильник должен был умереть помните кричала не кричала да но должны были свидетели хорошо если свидетелей не было то не карали смертью но считалось что бог все-таки дойдет если девушка молодой человек занимались сексом до брака но она не принадлежала кому-либо и не была обручена то тогда что просто он обязан был на ней жениться да и не имел права разводиться то есть она имела право с ним делать оставшуюся жизнь все что все что захочет да все что захочет вот брачной одежде жениха принадлежала тюрбан или шляпа отсюда потом произошло русский венец и венок да так же мира фебиан всякие порошки одежда невесты покрывала символ подчиненности мужу я вам показывал одежду вчера вот позвучало одежду невесты еминская да как они одевались вот примерно так и одевались в древности в Израиле еминские евреи очень сохранили многие черты первоначальной такой израильской культуры когда наступал час представляем поздно вечером жених отправлялся в путь со вырождения своих друзей брачных друзей или иногда назывались сына чертога брачного брачные друзья это судей 14-11 Матфея 9-15 значит и сыны чертога брачного Иоанна 3-26 2-я коринфянам 11-2 а также с музыкантами и певцами жених приходил в дом невесты которая ждала его прибытия брал в связь провожатами и возвращался с гостями обратно в свой отчий дом но в дальнейшем чтобы гости не бегали из одного дома в другой заменили вместо того чтобы привезти в свой дом он что приводил ее под хупу хупа брачный балдахин она символизировала дом жениха в который он приводит невесту после заключения свадебного обряда они должны были уединиться на определенное время в какой-то комнате после этого они уже полностью считались мужем и женой и если уже что-то случалось то тут необходим был развод необходим был развод упоминание хупы свадебного балдахина в Танахе связывается с браком Бога и Израиля как невесты невеста была все время под покрывалом поэтому произошел такой облом у Якова как вы знаете так напился что свою невесту не мог отличить от кого-то другого но хоть бы она ему шепнула как-то на ушко или что ну так ну возможно сказано что она все-таки была слаба глазами значит чем-то как-то они отличались и одна была старше другая лучше хорошо если бы она была хромая то сразу отличили хорошо поэтому в настоящее время у евреев во время свадьбы жених обязан убедиться что это та самая да да та самая хорошо ладно потом будем прокомментировать да вот теперь вот смотрите интересно как делает в Индии вы знаете что в Индии евреи появились еще во времена Соломона евреи во времена Соломона были великими путешественниками потому что был царь этот как его звали с которым очень дружил Соломон он еще кедры ему давал да тирский царь да и вот эти финикияне помогали Соломону построить флот и в то время Саба или Шеба государство эфиопское оно включало в себе территории и Йемена и вот этих арабских эмиратов да и было два порта один порт Яфа был на Средиземном море другой порт на Красном море Эцион Гиер это теперешний Эйлад и говорят что евреи доплывали до Америки по крайней мере сохранились там какие-то камни с еврейскими письменами если это не поделка то это действительно так вот доплывали евреи до Индии было факторе в Индии и Цейлоне и один из индийских араджей целый остров выделил для евреев евреи завезли туда оливки и монополии вот этого еврейского племени они конечно уже смешались с местными индийцами но сохраняли иудаизм было именно изготовление оливкового масла до недавнего времени и говорят что доплывали даже до Австралии и интересно что жители Полинезии тоже по расовому типу относят очень похожи на семитов так что евреи на Таити на Таити на Гаити тоже тоже бывали со всей видимостью это уже потом евреи уже перестали быть таким морским народом когда их потеснили да и уже развилась больше сухопутная торговля то есть евреи были морским народом и видимо они в Индию тоже завезли помните я вам рассказывал в Индонезии были племена которые копород делают с петухом да петуха отпущение делают хотя они европейцы не видели до 20 века вот и вот значит интересно один из очевидцев на индусской брасно церемонии пишет что которое мне приходилось наблюдать жених прибыл издалека невеста ждала его сарампори куда жениху нужно было ехать морем прождал два или три часа мы наконец в полночь услышали возрасты выраженные почти теми же самыми словами что в священном писании вот жених идет выходите навстречу ему те которых касался этот призыв зажгли фонари и поспешили с ними в руках занять свои места в шестые некоторые потеряли свои свечи и не были готовы так как слишком поздно было их искать толпа поспешила занять место на двором дворе на котором было натянуто полотно и где большое количество друзей отетых лучшей своей одежды сидели на коврах вы знаете что индийцы удивительно что у них точно такая хупа как у Юрия такой у них еще связки цветов употребляется жених был приведен перед одним из друзей и посажен на высокий стул посреди общества посидел некоторое время он вошел дом дверь которая сейчас была заперта и охранялась солдатом я и некоторые другие напрасно старались подговорить сторожей никогда прекрасная притча и шо так много не говорил мне как в эту минуту и двери затворились вот так это интересно было в то время особое служение было в празднике три праздника паломничества как они назывались шалош регалин шалош регалин и каковы эти праздники правильно песок шавот и сукот да во время песок люди шагали в Иерусалим со свирениями и трубами на праздник шавот женщины и дети танцевали в процессе хихороводах а затем под звуки труб когда шли к месту где вознесли жертву господу наиболее радостным праздником как вы знаете был сукот сопровождающийся с черпанием воды танцами с факелами и так далее хотя на праздник пасхи разрешалось если случалось дело нетерпящее отлагательство возвращаться домой сразу же после укушения пасхального агнца до оснастительного праздника сукот закон точно предписывал что все находились в течение семи дней в Иерусалиме каждый совершеннолетний мужчина должен был лично являться перед господом и принести благодарение за те дары которым бог его благословил в течение года но если жили далеко то обычно посылали каких-то людей да и чаще уже тех которые еще не совершали такого паломничества и мусульман тоже есть паломничество видите у нас называется это хак у них хадж да то есть почти теми словами и ходить видимо тоже от этого происходит во время праздника несли в левые руки лимон правые пальмовые ветви миртовые и ивовые ветви помните лулав да особое было когда приносилась жертва за 70 народов мира 70 штук стельцов и дальше ежедневно подвал на 14 однолетних агнусов козла и так далее то есть много-много очень жертв в субботний год торжественность праздника увеличивалось ежедневное чтение заранее определенных частей закона перед собранием мужчин женщин детей и пришельцев мы можем видеть подобные чтения которые производили во время пробуждения когда собрался народ Израиля в Иерусалиме после Вавилонского пленения да у водяных ворот где черпали воду да и там же был недалеко Силамский источник и Силамский источник во время Суккота что приносили живую воду живую воду да помните поэтому Силам Шила это особая вода живая вода обычаи выливания воды это молитва о даровании дождя на посевы а также воспоминания о той воде которую Господь давал Израилю в пустыне последняя часть праздника называлась праздником света и сопровождался танцами с факелами и факельными шествиями Гитлер ничего нового не придумал первые факельные шествия через Иерусалим делали евреи правда мужчины помните танцевали жонглировали пели да то есть это было очень очень веселое зрелище и сколько у меня сейчас есть времени минут десять я хочу можете я немножко задержусь у нас был перерыв хорошо я вам хочу почесть из книги закончить уже храмом завтра мы будем говорить уже о средневековье о луте да и более современных вещах мы сегодня хотим уже закончить тему храма в 90-е годы 20-го века Хэнкок Хэнкок такой американский исследователь написал книгу Ковчег Завета предпринял несколько экспозиций в Эфиопию в Коисках Ковчега вот так он описывает прославление во время праздников в Эфиопском я подчеркиваю православном храме не ортодоксально православном в них восточно-православной церкви особая Эфиопская церковь вот что он пишет величия Аркадо-Абиссинской церкви состоит из трех концентрических частей называющих Кенни-Махлет Махлет Маклет да Кенни-Махлет круги места можно так перевести интересно что святой язык Эфиопа у них есть более современный язык а святой язык Геес он очень похож на иврит и термины еврейские очень похожи и есть место для исполнения псалом соответствующего уламу улам или притвор храма Соломона следующее помещение называется Кедест где отправляется обряд причастия Кедест это что Кадош да внутренняя часть соответствующая святому святым называется Макдас Микдаш да Микдаш святилище где покоится Тобот я говорю что Тобот это дощечки символизирующие скрижали завета и туда имеют доступ только священники интересно что в христианском храме имеются модели скрижали завета и устройство христианского храма точно такое же как в храме которое было в Иерусалиме такое разделение на три провещения свойственно всем абиссинским церквам даже самым маленьким абиссинцы предпочли форму еврейского храма базилики принятые первые христиане первые христиане приняли базилику то есть царское помещение да где базилик царь осуществлял прием подданных своих шахая в одних носках считается святотатством ходить в обуви в хиопскую церковь у вас будет вопрос по хиопскому прославлению слушайте внимательно я прошел по махлет рассматривая поблёгшие эпатеты святых праведников украшавших стены здесь были представлены святой Георгий на белом коне убивающий дракона господь всемогущий предвечное в окружении описано пророк изихи или дружных существ Иоанн крестящий Христа и так далее Моисей получающий скрижали законы Бога на горе Синае задувшаяся зверцая путешествие царицы Савской в Иерусалим я вдруг осознал медленное босое биение кабера кабера большой овальный барабан из коровьей кожи натянутый на деревянную рамку использую в брятах эпиопской православной церкви вот такой вот величины овальный барабан и колотушкой и колотушкой по нему бьют да вот подальше к любопытцу я обошел галерею около двери ведущих кадест увидел группу священников и яконов собравшись вокруг барабанщика сидевшего скрестив ноги на полу и становшись над своим кабера эта сцена казалась странной и архаичной ничто в ней не принадлежало современности и я почувствовал себя перенесенным назад во времени как оседлавший волны музыки которая казалось мне не принадлежала ни Африке и ни христианству а кому-то другому какой-то страшной древней вере обряженные традиционные белые мантии и черные наплечные накидки опираясь на длинные посохи дьяконы раскачивались и напевая раскачивались и напевали погруженный в примитивный ритм танца каждый держал в руке серебряный систр я вам рассказывал что это такая треугольная пластина со звонилками да который в промежутках между ударами барабана он встряхивает и возникает чистый и мелодичный звон попеременно пели два хора видите помните как я говорил один хор говорит другой откликается одна группа пьетцов пела не фразы другая отвечала и в этом диалоге обменом стихами и рефренами между хористами псалом исполнялся нарастающим крещенда такая же система я уже знал была составной частью иудейской литургии во времена ветхого завета пока я размышлял над этим совпадением из открытой двери кодеста вырвалось ароматное облако ладана подобравшись дверь я заглянул внутрь и увидел кружащуюся фигуру облаченную в зеленую и вышитую золотыми нитями одежды фигуру из сна полуколдуна полужреца крутившуюся и вертевшуюся с потупленным взором это все происходит в православной церкви интересно да это описывает неверующий человек его окружали другие мужчины одинаково одетые державшие в руках дымящиеся кодильницы подвешенные в тонких сеточках и серебряных цепочек я на проект зрения наблюдаю за этими фигурами в темноте и дыму благовония едва различил в самом центре кодеста за навешанный в ход святая святых я знал что за тяжелой завесой хранился почитаемый таинственный храняемый суверемий скрытый и тайный свое святилище Тобот символ ковчега завета ценно напомнило мне что в древней Израиле первосвященник не мог приблизиться к ковчегу пока не сожжет достаточное количество фемиама чтобы полностью укрыть его дымом густой дым считался необходимым для жизни священника чтобы указывать в книге левит ему не умереть ну это он так понимает переступил через порог кедеста чтобы рассмотреть близи происходящее там но меня тут же жестами погнали обратно на внешнюю галерею в тот же момент перестали петь за барабан замолк и на какой-то момент наступила абсолютная тишина я кожей чувствовал почти ощутимую атмосферу как если бы в горзовой тучи накапливался сильный заряд молнии когда мы чувствуем присутствие Божия правда у нас такое есть ощущение то есть это неверующий человек который находился в месте где была Божья слава Божья прославление еще раз говорю это не ортодоксальная израильская синагога или что-то такое это православная восточная эфиопская церковь началось всеобщее волнение люди суетились и двигались во всех направлениях то же мгновение один улыбающий священник взял меня за руку и вывел из кадеста через Кене-Махлет главной двери и там он увидел большую толпу огромная толпа разбухла до невомерных размеров и полностью заслоняла обширную территорию из вида были мужчины женщины маленькие дети глубокие старики коллеги явно больные и умирающие смеющиеся здоровые люди здесь сказал собрал половину населения Эфиопии многие держали какие-то музыкальные инструменты цимбалы трубы флейты лиры библейские арфы помните я вам показывал даже примитивные такие эфиопские инструменты через несколько минут после его выдворения из церкви появилась группа роскошно одетых священников были те которых я видел в облаках фьюмиама то теперь один из них стройный бородатый с тонкими чертами лица и горящий чем взглядом нес на голове табот обернутый в дорогую золотую парчу цель табот слез разразилась криками топанием ног ноги издавали пронзительное завывание знаете как смотрели ну вот нарастающее сотрясение воздуха которое как я знал не один связан с определенной музыкальной выражением в древней еврейском богослужении Еврейское «элель» и эфиовское «элель» — ликование многократным повторением слова «элель, элель, элель». Само слово «аллилуйя» означает «петь халель», то есть «элель, ле, ягва». Простояв несколько минут у дверях церкви, пока нарастало возбуждение толпы, священники повернулись, вышли на внешнюю галерею. Я старался следовать по пятам за группой священников, как бы затягивая их турбулентным следом. И хотя по сторонам стояли сотни людей, хотя многие уже успели опьянять от пива и спроса, и от суматохи, хотя меня постоянно толкали и ни разу чуть не сбивали с ног, я ни секунду не чувствовал страха и тревоги. То втягиваясь, как в воронку, в узкие переулки, то разливаясь на открытых площадках, быстрее или медленнее, постоянно сопровождая музыкой и пеней, мы продвигались к древнему городу. Ведь здесь я понял, почему толпа то останавливалась, то снова пускалась в путь. Впереди-то вот оказалось несколько импровизированных групп танцоров, как смешанных, так и состоящих только из мужчин или только из женщин, одетых в посидевную рабочую или церковную одежду. В центре каждой такой группы находился барабанщик с кабера на шее, издававший древний дикий ритм, кружившийся, подпрыгивший, выкрикивавший, а окружающие его танцоры взрывались энергией, прыгали, вращались, прихлопывали в ладоши, гримери бубнами, цимбалами, обливаясь потом от столь бурного танца. Это не харизматическое служение. Это православная церковь. Может, себе представить, что харизмат творится. Это круто, ребята. Круто. Я с удовольствием это читаю. И вот, откликаясь, называясь, труп, крики, брюнчане десятиструнной БГНы, видите, десятиструнной, навязчивой звуки пастушия Рожка, в дикон танце солировал молодой человек в традиционных одеждах, из белой хлопчатобумажной ткани. А священники останавливались, держав над головами табот и едва скрывая, сдерживая, толпившиеся за ними людей. Юноша, красивый своей гибкостью и восхищавший дикой энергией, как бы впал в транс. Помните, вот то, что было с Давидом, да? Притягивая взоры окружавших, он обошел по кругу, вибрирующий КБР, кружась и покачиваясь, подергивая плечами. Эх, цыганочка! Кивая, словно потерявшийся в собственном внутреннем ритме, хваля Господа каждой конечности, каждой унцией своей силы, каждой частицей своего существа. И я почувствовал, что так оно и было три тысячелетия назад у ворот Иерусалима, когда Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господа с восклицаниями и трубными звуками. Играли перед Господом на всяких музыкальных инструментах, на цитрах, в салтырях, тимпанах, систрах и так далее. И Давид скакал изо всей силы перед Господом. Совершенно неожиданно юноша рухнул и растянулся на земле в глубоком обморке. Несколько зрителей подняли его на руки, вынесли на обочине и устроили у нее. Затем толпа снова двинулась вперед, и новые танцоры занимали место дошедших до изневожения. Дальше рассказывается, как они прошли к озеру, причем соединились на три процессии, из трех разных церквей в одну. И там возле озера был красивый, да, красивый старинный замок. А затем они принимали там хлебоприлобление, омывались в водах озера, как крещение или как твила. Собравшиеся тысячные толпы стали расходиться по садам. Кто-то принес с собой одеяло, это вот на ночное обдение они остались вокруг озера. Кто-то бумажный шемос, то есть шали, кто-то более теплые, еще остальные геббис, плащи. У всех на лицах было написано, что они собираются пробыть здесь на протяжении всего праздника. Все выглядели умиротворенными, успокоившимися после энергичного и экзальтированно участие в процессе, готовые к севночному бдению. К девяти часам вечера горело множество костров. Вокруг них сгрудились люди в шемос, одеялок, перешептывались их слова на старом эфиопсосемитском языке, вырывались изо рта заметными облачками. Сборлены прохлады афроальпийского воздуха. Я сел на траву. Кстати, если вы будете ехать в Эпиопе, не забудьте теплую одежду взять. Там бывает прохладно, и снег иногда выпадает. Хотя это и Африка, да. В высокозаварных районах. Мысли мы и разбрелись, потом сосредоточились на звуке воды, лившейся потоком в озеро где-то поблизости. Вот. В общем, такие вот интересные вещи. Рассказывается дальше о священниках, эфиопе, которые восхваляли Господа. Вот. Вот. И... Снег выпадает от холода? Нет там холода? Ну, недолго. Ну, как вот в Израиле. Тает. Тает, это что. Вот. И дальше рассказывается, как он пытался проникнуть в храм, но это ему не удалось. Вот. Туда нельзя предостерег. Один из них указывает на помещение за занавесю. Туда входят только священники. Он погрозил мне пальцем и добавил, вы плохой человек. Затем меня бесцеремонно вытолкали за дверь замка и грубо бросили на узкий мост на глазах у многотысячной толпы. И я подумал, что если мне так попало лишь за попытку выйти в помещение, где находились какие-то табот, то что со мной произойдет в Аксуме, когда я попытаюсь взглянуть на сам ковчег? Я пересек мост, протиснулся сквозь толпу и остановился свободно от людей полоски земли, еще еще дрожа от того, чтобы кровеносную систему заполнил адреналин. Я заметил, что озеро еще еще заполняли плещущие и кричащие люди. Большинство из них уже выбрались из воды при температуре чуть-чуть плюс выше нуля градуса. Собрались на просторных лужайках перед замком и стояли вытянув шети. Люди были возбуждены, но, как ни странно, молчаливо. Вскоре в дверях замка появились семь тщательно одержанных священников, завернутые в ткань, таботат на головах. Неспешно и осторожно они вступили на мост, перешли его, сопровождаемые другими священниками, с ритуальными зонтиками. Интересно, что у них священники ходят с ритуальными зонтиками. В это мгновение толпа издала громкий общий вздох благоговения и набожности, за которым последовали знакомое подвывание женщин, шарканье ног, когда люди начали отступать назад, чтобы открыть путь таботат. Вот так было удивительно праздничное шествие. И он рассказывает, что так же было, скорее всего, в те древние времена, когда происходило служение в храме. То есть, они сохранили нечто то, что было потом утеряно. Это эфиопская православная церковь, хотя есть в Эфиопии и разные группы евреев, и более ортодоксальные, и тоже своеобразные. Есть и иудеи, есть иудеоязычники, кеманты, есть иудео-мусульмане, то есть, есть разные группы. Евреев, помните, мы в самом начале, когда начинали наш курс, мы о них говорили. Вот такие удивительные вещи, и такое место, где до сих пор, возможно, сохранились те мелодии и те традиции, которые были во времена храма. О том, что произошло с Евреевым во время рассеяния, значившегося 70-го года нашей эры, и по наше время, мы будем говорить на следующий день. Хорошо.